Израиль за неделю Такое откровенное заявление на минувшую неделю сделал уходящий в отставку командующий ВВС Израиля генерал-майор Амир Эшель. В интервью газете «Арыц» Эшель отметил, что многие из этих операций имели отношение к уничтожению конвоев с оружием на границе между Ливаном и Сирией. «Мы делали, делаем и будем делать все, что входит в наши интересы с целью обеспечить безопасность государства Израиль». С чем связана такая откровенность высокопоставленного генерала, можно только догадываться. Санкциям на такие заявления он точно получил от военного и политического руководства еврейского государства. Одна из возможных причин такого интервью – предстоящий визит делегации руководителя израильских силовых структур в США. Делегацию возглавляет глава МОСАДа Йоси Коин. И уже известно, что за океаном стороны намерены обсудить будущий договор между Вашингтоном и Москвой по поводу урегулирования в Сирии. В Иерусалиме недовольны соглашением. Здесь полагают, что оно не учитывает жизненно важные интересы Израиля и позволяет Ирану, АСАДу и Хизбалей укрепить свое влияние в регионе. Сигнал, переданный через Амира Эшеля, более чем однозначный. Израиль готов в любой момент применить силу, невзирая на позиции США, России или других региональных игроков на Ближнем Востоке. А сегодня в нашей программе. Государство Израиль против шейха Райда Салаха. Кто такой лидер северного крыла исламского движения и вызовет ли его арест массовые беспорядки в арабском секторе? Смертельная ловушка. Авария на шоссе номер 4 с летальным исходом остановила на несколько часов движение транспорта в центре Израиля. Кто виноват и как избежать подобных трагедий? Я была уверена, что это теракт. От чего еще может упасть мост? В Израиле бьют тревогу. Ведущие университеты страны сдают позиции в международном рейтинге высших учебных заведений. Так ли это на самом деле? А также какие специальности наиболее популярны среди израильских студентов? Медицинский каннабис сделано в Израиле. Теперь официально. Власть еврейского государства разрешили выращивать лечебную марихуану для дальнейшего экспорта. Все подробности в продолжении программы. Во вторник рано утром полиция Израиля арестовала шейха Райда Салаха, лидера Северного крыла исламского движения. Около 20 сотрудников полиции и службы общей безопасности Шабак прибыли к дому Салаха в городе Умольфах. Кроме непосредственного ареста, полицейские также провели обыск в доме и конфисковали некоторые документы и компьютер Салаха. Сразу после ареста шейх Салах был доставлен в особый отдел 433, который здесь еще называют аналогом американского ФБР. Допрос арестованного, которого власти Израиля подозревают в подстрекательстве к террору, продолжался около пяти часов. А затем мировой суд города Решен-Лицион продлил задержание под стражей еще на трое суток. Надо заметить, что только в январе месяце текущего года Салах был освобожден из тюрьмы Рамон после того, как отсидел не 9 месяцев за подстрекательство. Министр внутренней безопасности Израиля Геладардан приветствовал Арес Салаха и выразил надежду, что на сей раз его отправят за решетку на куда больший срок, чем в предыдущий раз. Свой комментарий на странице в сети Facebook дали и другие ведущие министры. Так, министр транспорта и разведки Израиль Кад заявил, что кроме задержания и последующего суда Салаха следует лишить израильского гражданства. Человек, отрицающий право Израиля на существование, не может быть гражданином Израиля. Отмечу, что сам шейх Салах считает арест откровенной провокацией и попыткой властей страны отвлечь внимание от расследований, в которых оказался замешан премьер-министр Бенемини Таньягу. Депутат наста от партии «Наш Дом Израиль» Роберт Илатов со мной в студии. Роберт, добрый вечер. Добрый вечер. К сожалению, к нам в студию не доехал ваш оппонент, доктор Самир Хадиб. Если нам удастся с ним связаться, мы свяжемся. В арабском секторе говорят очень простую вещь. Что вы хотите от Салаха? Он своих позиций не скрывает, он говорит об этом всю жизнь. Это его позиция и, собственно, он ничего нового не сказал на похоронах трех террористов из Мульфахома. Почему именно, на ваш взгляд, власти сейчас страны использовали как раз его выступление на похоронах? Потому что это нарушение закона, подстрекательство против государства Израиля, подливать масло в огонь для того, чтобы молодежь шла и действовала, и выполняла те же самые террористические акты. Это нарушение закона. Поэтому его арестовали, его нужно судить и посадить за решетку. Такие заявления в любой другой нормальной стране давным-давно были приняты самые жесткие меры. И мне не совсем понятно, почему именно к шейху Салаху и его приближенным государство относится очень мягко. Поэтому здесь говорить, что он не скрывает своих идеологических позиций, замечательно, нет проблем. Он не скрывает, он стоит за этими позициями. Таких людей надо изгонять из государства. Я могу дать небольшой пример, который был в этом году в Сингапуре. В одной из проповедей арабский шейх из Корана высказал какие-то вещи, которые оскорбили... Ты засчитал священное писание, получается? Да, засчитал священное писание, оскорбив тем самым евреев. Он был вынужден прийти в синагогу, извиниться публично перед масс-медиа. И евреями, и не только христианами, и другими, даже мусульманами, позвали всех. Его оштрафовали. До этого, конечно, было следствие. Подали дело в прокуратуру. И власти Сингапура решили выгнать его из государства. Он ничего такого сложного не сказал, что не говорит шейх Саллах. Он по отношению к шейху Саллаху Божий одуванчик. К нему, к Ханинзуабе, к Захалке. Поэтому здесь наше отношение более чем лояльное к арабскому меньшинству. А по отношению к этим, грубо говоря, террористам, людям, которые призывают к открытому террору против государства Израиль, как еврейского государства, не согласны с существованием еврейского государства, мы слишком долго терпим. Возникает вопрос. Когда в Израиле есть население, арабское население, порядка 17-18%, это миллион 700 тысяч человек. Десятки, я бы сказал, сотни тысяч человек поддерживают Саллаха. Причем они приходят на те демонстрации, где они выступают. Вопрос. Когда вы, правительство, депутаты, принимаете решение его арестовать, вы берете в расчет, что десятки тысяч арабов могут выйти на демонстрацию в защиту? Право Саллаха высказывать свое мнение? Я вполне уверен, что есть, может быть, и больше. Но не все выходят, и не все защищают, и не все высказывают свое мнение. Более того, я бы, да, хотел видеть действительно ту категорию людей, которые говорят об этом в открыто, и их следует наказывать. Это еврейское государство, основано как еврейское государство, признано как еврейское государство мировым сообществом. И кому не нравится, здесь никто никого не держит, мы очень либеральная страна, мы никого силой не держим, им не нравится. Есть 22 арабские страны, где есть права человека, где есть суды, высшие суды справедливости, которые защищают права тех же арабов. Сегодня закон позволяет властям лишить человека гражданства за его высказывание. То есть одно дело доказать, что Саллах подстрекает и, например, призывает, и он был даже мэром города оцеловаться, то есть мэр города Умульфахен. Другое дело доказать, например, причастность к террористической деятельности. Совершенно две разные статьи. Вот секундочку, есть закон, который позволяет сегодня властям лишить гражданства? Притискать, отсидел, а теперь до свидания. 22 страны выбирают, в какой хочешь жить. Есть закон, который может лишить гражданства. Этот человек и его соратники, и его представители в Кнессете от партии Балад, они конкретно призывают к террору. Они называют террористов шаидами. Они это делают открыто. Это действие. Действие это не только думать или стрелять, это и говорить. Более того, мы видим, что эти призывы приводят к конкретным действиям тех людей, которые живут рядом с ним в Умульфахене. Те три террориста, которые сделали мега-террор, глобальный террор, давайте скажем, на храмовой горе, который вызвал недоумение во всем мире, со всех сторон. Не только с мусульманской, и с христианской, и с еврейской. Мы видим, что эти призывы приводят к прямому действию против еврейского государства, против народа. Это уже прямой террор против государства. Поэтому здесь, я думаю, что это совершенно неправильно разделять его мнение, его слова и его действия. Его действия призывают к конкретным действиям против государства Израиля, и более того, к уничтожению государства Израиля. Его идеология сегодня говорит о том, что нужно создать халифат. Эта идеология говорит о том, что этих людей сегодня убивают в Сирии и в Ираке, только потому, что они об этом говорят, не только потому, что они действуют. Их уничтожают в воздухе, и с воздуха, и на территории. Это исламское государство. У него сегодня конкретная идеология исламского государства и Хамаса. Нет здесь различия. Исламское северное крыло Израиля, оно совершенно идентично к тому, что говорят сегодня исламское государство и Хамас. Хорошо, но давайте мы разделим, как вы предлагаете разделить то, что он говорит, то, что он делает, это, в принципе, по-вашему одно и то же. Давайте мы разделим эмоциональный и рациональный подход. С эмоциональной точки зрения понятно, что этот человек должен заплатить за свое высказывание. Более того, даже полиция, собирая улики против него, как раз и аргументировала в суде в решенном лицеоне, что якобы из-за его высказываний люди брали руки в ножи и шли убивать евреев, и что уже можно расследить как подстрекательство. С рациональной точки зрения. Израиль сегодня готов построить тюрьмы на тысячи человек и арестовать завтра полумельфахома, который выйдет поддерживать Саллаха, который будет на его стороне, или же вернуться к плану вашей партии об отделении умельфахома вообще от государства Израиля? Ну, во-первых, наш план, он не сходит с полок, и мы готовы его обсудить. Опять-таки, это не отдельное отделение умельфахома, решение общей ситуации. Это урегулирование конфликта со всеми арабскими странами, с палестинскими арабами и с израильскими арабами. Это включается вместе. Это нельзя отделить одно от другого, и мы не смотрим это как... Ну, арабы называют вас расистами, как раз, как вы предлагаете их лечить гражданство и всех подогревать ребенку. Они говорят, что вы, как раз, расист. Мы не можем почитать стишки, которые писал Райцалах, и тогда будет понятно, кто расист, а кто нет, и как он называет там евреев, именно потому, что они евреи. Мы не говорим про арабов ничего плохого, мы говорим о наших врагах. Те арабы, которые хотят, или меньшинства, которые хотят жить в Израиле, хотят быть лояльными государством, у нас с этим нет никаких вопросов и никаких проблем. Они могут служить обществу, они могут учиться, они могут получать все права. У нас с этим нет никаких вопросов. У нас есть вопрос, они лояльны к нашему государству, они хотят жить с нами вместе или нет, или они в каждой своей проповеди будут говорить, что нужно убивать евреев. И это то, что делает Райцалах. Более того, я хочу сказать, что сегодня либеральная Франция лишает гражданства террористов, которые задействованы в террористических актах, или участвуют в исламском государстве, даже если это идеологически. Если решать гражданство, куда Франция, например, может их депортировать? Извините? Куда Франция может депортировать людей, которых она лишает гражданство? Если сегодня решить гражданство людей, которые поддерживают Салаха, нужно договариваться с арабскими странами? Обычно никто ни с кем не договаривается. Государство решает, что надо депортировать, им дают приказ о депортации, сажают в самолет и до свидания. Куда? Это их решение. У него же так много друзей за границами. В этом-то не весь вопрос, потому что некоторые арабские страны даже запретили ему въезд. Англия запретила въезд Салаху. Я думаю, что Хамас в Гази готовы будут его принять. Он их поддерживает, он собирает для них денег. Когда ему надо, они собирают для него денег. Поэтому, в принципе, у него есть братья-мусульмане под кличкой Хамас, которые могут его принять. Роберт, не кажется ли, что есть опасения, что весь этот суд над шейхом Салхом, а полиция, по всей видимости, предъявит ему обвинение уже в ближайшее время, может стать одной большой пиар-акцией самого Салха? В прошлый раз он отсидел 9 месяцев, хотя тогда тоже говорили о больших обвинениях, говорили, у нас за террор сидят 20 лет люди, но это люди, которые убивают. А за проповедь к террору пока еще не сажают на 20 лет. Вот не кажется ли вам, что он выйдет после этого относительно маленького срока, еще больше усилен и еще больше... Я думаю, что в Израиле могут дать и 5 лет. Дело не в этом. Хорошо, отсидел 5 лет. За то, что это связано с террором и безопасность государства, можно дать большие сроки. Это вопрос уже, как прокуратура подает дело в суд и самого суди, несомненно, можно потом апеллировать эти решения. Но я думаю, что в конечном итоге сегодня, даже то, что сегодня есть, те наказания, которые есть, они очень упрощенные. Я думаю, что нужно усилить наказание тем людям, которые проповедуют тюрьмы. То есть вы не понимаете, что это будет пиар-акция самого Саллаха? Что в тюрьме он же тоже может продолжать делать то, что он делает на свободе? В тюрьме тоже можно определять границы дозволенного тем, кто сидят в тюрьме. Мы видим тех людей, которые были замешаны в террории. Если нужно их сажать в камеры одиночек, значит, их надо сажать в камеры одиночек. И огражать от общества. Будем следить вообще за ситуацией, за реакцией арабского сектора. Не все готовы, я хочу сказать, в арабском секторе поддержать. Естественно, многие арабы выступают против исламского движения, против северного края. Я хочу сказать, что большинство израильских арабов, они его не поддерживают в принципе. Они не хотят быть рядом с ним. Рядом с ним есть ядро активистов, которых тоже надо начинать преследовать. И не только одного шеха Раяда Салаха, а тех, кого он посылает в Кнессет, и тех, кто стоит рядом с ним и поддерживает его. Депутат Кнессета Роберт Илатов, большое спасибо за участие в нашей программе. Смотрите далее в нашей программе. Смертельная ловушка. Авария на шоссе номер 4 с летальным исходом остановила на несколько часов движение транспорта в центре Израиля. Кто виноват и как избежать подобных трагедий? Я была уверена, что это теракт. Отчего еще может упасть мост? В Израиле бьют тревогу. Ведущие университеты страны сдают позиции в международном рейтинге высших учебных заведений. Так ли это на самом деле? А также какие специальности наиболее популярны среди израильских студентов? Медицинский каннабис сделано в Израиле. Теперь официально. Власти еврейского государства разрешили выращивать лечебную марихуану для дальнейшего экспорта. Все подробности в продолжении программы.